В эфире новости на губернии 33. В студии Виктор Тихонов. Здравствуйте! О главных событиях в регионе расскажу вам я и мои коллеги. Все подробности прямо сейчас. Новую выплату 5000 рублей перечислят всем семьям с детьми без оформления лишних заявлений. Эту меру поддержки накануне в ходе своей пресс-конференции анонсировал президент страны Владимир Путин. Деньги получат все родители, детям которых на 17 декабря этого года не исполнилось 8 лет. Обращаться за выплатой никуда не нужно, подчеркивают в пенсионном фонде. Семьям, которые ранее уже получали поддержку на детей, выплата будет перечислена в декабре автоматически. Оформлять документы нужно лишь тем семьям, у которых ребенок родился после 1 июля. Или в том случае, если родители не обращались ни за одно из выплат на детей в течение всего года. Заявления принимаются до 1 апреля. Подать их можно в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентских службах пенсионного фонда. А теперь о цифрах. За минувшие сутки в регионе коронавирусом заразились еще 188 человек. Лидер посуточной прибавки традиционно город Владимир, где 45 заболевших. 18 новых случаев в Гусь-Хрустальном районе, 17 в Муромском. За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 182 жители региона, 4 пациента скончались. Общее количество заболевших за все время пандемии увеличилось до 16 202 человек. И к другим новостям. В Суздале жители одного из домов по улице Гоголя не снимают куртки и шерстяные носки, даже ложась спать. В комнатах холодно настолько, что окна и двери люди закладывают теплой одеждой. Батареи еле теплые, хотя сам дом в отличном состоянии. Что случилось и почему семьи мерзнут в собственных квартирах, разбирались мои коллеги. Заклеили и все. Плюс одеяло, не поверите, матрас. В этой трешке живет многодетная семья. Карина Сыраева, мама пятерых детей, старшему 14, младшей всего 2,5 года. В доме по улице Гоголя семья. Они живут второй год и все это время на нервах. Просто все отходит, все отходит. Вот здесь уже вообще оно не держится. Средняя температура в квартире 10-12 градусов, а должно быть плюс 18. Карина не может здесь делать даже ремонт. От холода обои отваливаются от стен. Детей в квартире греют не батареи, а кофты, шерстяные штаны с начесом и ватное одеяло. Домашние аптечки, куча лекарств, чтобы не заболеть. А почему так должно быть? Все должны друг за другом бегать. Да никто не должен ни за кем бегать. Просто элементарно дайте нам то, за что мы платим. Нам чужого не надо. Свыше нам тоже не надо. На первый взгляд дом в идеальном состоянии. Снаружи и внутри ему всего 30 лет. В подвале идеальная чистота. Есть и приборы контроля. Сегодня они показывают нарушения не только при подаче тепла, но и горячей воды. Давление воды в системе отопления и на подаче. Здесь тоже что на обратном, что на подаче ниже нормы. В то время как на подаче должно быть не ниже 4 атмосфер. Здесь же, как мы видим, 3 атмосферы и здесь 3 атмосферы, что не соответствует. Систему отопления в доме заменили капитально. Сделали это сами жильцы. Они отказались от управкомпании и создали ТСЖ. А это значит, что внутридомовые проблемы теперь на их плечах. У собственников не получается решить только один вопрос – тепловой. Они нанимали частных специалистов, но комфортнее. В доме жить не стало. Люди грешат на работу новой котельной и изношенные придомовые коммуникации. И якобы где-то в домах стоят насосы. И они нам предлагают такой вариант, чтобы мы установили свой насос. Хотя в то же время до этого, до того, как сделали новую котельную, и пока было старое руководство и старые кадры, дом отапливался хорошо, очень хорошо. И вода циркулировала, все было хорошо. Теперь же уже ничего нет. Владимир Якубов живет в этом доме 20 лет. По счетам платит исправно. Жалоба писала и межрайонному прокурору, и в жилищную инспекцию выяснила, что нарушений со стороны ресурсоснабжающей организации нет. Гендиректор компании объяснил, и придомовые сети, и котельная работают исправно. Но очевидно, есть неполадки внутри самого дома. Какие именно? Тепловики не знают. Права на доступ к внутридомовым сетям у них нет. Республика связывалась с нами. Мы им также объясняли, что данный дом находится в ТСЖ. Мы к нему никакого отношения не имеем. И несколько раз мы пытались объяснить, что поправить. Но я так понимаю, что без глубокого изучения данного вопроса ничего не получится. Это будет из года в год. Какая-то квартира... Вот они сами даже говорят такие вещи. Я не знаю, вы слышали, не слышали. Какая-то квартира сегодня топится, потом нет. Потом у них в ночью может как-то, как они объясняют, остыть стояк. Потом вот это полотенцесушитель. То есть я понимаю, что тут все предпосылки того, что у них в доме что-то ненормально. Тепловики подчеркивают, следить за состоянием дома должны все-таки специалисты от ЖКХ, а не сами жильцы. Поэтому призывают собственников к тому, чтобы его обслуживала управляющая компания. Самостоятельно решать тепловые вопросы такого масштаба просто-напросто опасно. Ольга Ельфимова, Наталья Забнина и Андрей Беляков. Губерния 33. 20-летний водитель, который сбил женщину на пешеходном переходе в центре Владимира, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Обвинительное заключение уже утвердили. Уголовное дело скоро будет направлено в Ленинский районный суд. Напомним, трагедия произошла 27 сентября. Около двух часов ночи 30-летняя Дарья Марян переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель на автомобиле «Лада Ларгус» превысил скорость и резко перестроился с одной полосы на другую во время обгона и сбил женщину. От полученных травм Дарья скончалась. У нее остались двое детей. По словам мужа погибшей Василия Маряна, в суде он будет требовать для обвиняемого максимального наказания. За совершение преступления водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Продолжаем выпуск. Всего три организации Владимирской области, Оргокомитет Победа при президенте России, наградил специальными дипломами и медалями за активное участие в патриотическом воспитании и решении социальных проблем ветеранов в год 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Дипломы лично подписал глава государства в числе награжденных и телеканал «Губерния-33». Подробности далее. Специальным дипломом Оргкомитета Победа отмечен фильм «Губерния-33». В его основе реальные события о подвиге кольчугинских рабочих. Короткометражку назвали «28-10». Именно в этот день, в 41-м году, фашистский бомбардировщик атаковал эшелон с заводчанами и их семьями. Людей хотели эвакуировать, но все они погибли. 105 человек захоронили в братской могиле. Вчера погибли четверо моих боевых товарищей. Но я верю, они погибли не зря. За нашу родину, за будущее. Оно у нас непременно будет замечательным. Четыре съемочных дня в массовке 100 человек и ни одного профессионального актера. Реквизит съемочной группе привезли реконструкторы из клубов Владимирской и Нижегородской областей. Среди них были и подлинные вещи с полей сражений. На самом деле мы даже не ожидали, что будет какой-то конкурс и будет какая-то премия. Мы работали в рабочем режиме. Нам вообще очень приятно, что нас отметили на федеральном уровне. То есть вроде бы региональный канал и такая отметка. Насколько мы знаем, комитет вообще возглавляет Владимир Владимирович Путин. То есть это такая, ну, действительно серьезная веха в нашем развитии. Дипломом и медалью оргкомитета отмечен на коллектив областного дворца культуры и искусства. В год юбилея Победы это учреждение культуры провело целый ряд мероприятий. Кульминацией стал праздничный концерт, который 9 мая впервые прошел онлайн. Над проектом также работал телеканал «Губерния-33». На сцене выступили артисты ОДК, областного театра драмы и творческие коллективы региона. Владимир Крючков говорит, что на протяжении долгих лет именно майский концерт всегда ждут и артисты, и ветераны. Мы стараемся, чтобы технически это прошло, так сказать, на хорошем эмоциональном уровне. И когда выходят из зала ветераны, когда выходят из зала люди, которые повидали много, так сказать, всего своей собственной жизни, и говорят слова благодарности, и у них тогда же появляется слеза, и вот они говорят, что ваше мероприятие, мне кажется, это тоже самое дорогого стоит. Особо ценно полученная награда для Василия Никитенко. Он родился в марте 45-го, за два месяца до окончания войны. После многолетней службы в ракетных войсках он посвятил себя патриотическому воспитанию молодежи. В этом ему сегодня помогают 500 активистов Владимирского совета ветеранов. Мы провели вместо 75 уроков мужества 117 уроков мужества, в которых приняло участие 2833 человека. Это учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты Владимирского государственного университета и слушатели центральных офицерских курсов. Василий Никитенко говорит, рассказывать о настоящей истории Великой Отечественной войны важно, особенно сейчас, когда подвиг советских солдат подвергается сомнению. Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния 33. Продолжаем выпуск. Сотрудники прокуратуры и МЧС провели совместный рейд по магазинам с пиротехникой. Они проверили, есть ли у продавцов сертификаты на фейерверке и соблюдают ли в торговых точках правила пожарной безопасности. Смотрим не только документацию, смотрим и оснащение самой секции, первичными средствами пожарной безопасности, практически противопожарной защиты, это пожарная сигнализация. Смотрим на соответствие с сертификатом резума и пиротехнической продукции. То есть это комплекс определенных мероприятий. На прилавках пиротехника стоимостью от 200 рублей до десятков тысяч. Самая дорогая продукция – салюты. Фейерверки уже начали закупать те владимирцы, которые хотят Новый год сделать запоминающимся и зрелищным. Более бюджетный вариант – бомбочки и петарды. За ними в магазин часто приходят дети. Но продавать им пиротехнику запрещено, поэтому несовершеннолетние покупатели часто идут на хитрость и просят помочь им случайных прохожих. Если на улице кого-то попросили купить, я не могу этого видеть, к сожалению. То есть приходит просто мужчина взрослый и покупает. Там, куда он несет петарды, к сожалению, я не могу этого сказать. Ответственность ложится полностью на него. У нас есть камера видеонаблюдения. Она сможет показать, что ребенок не сам купил пиротехнику. В трех магазинах, которые сотрудники МЧС и прокуратуры проверили в рамках этого рейда, нарушений не нашли. Документация в порядке. Огнетушители есть. За несоблюдение правил пожарной безопасности индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 20 до 35 тысяч рублей. А юридическим лицам до 200 тысяч. Проверки магазинов пиротехники будут проходить до конца января. Ведь спрос на салюты и фейерверки, несмотря на пандемию, не упал. Когда продаю коробку, объясняю, как им пользоваться, на сколько метров надо отходить. То есть, ну, какие-то есть петарды у нас более мощнее даже не только фейерверки. Всегда инструктируем, то есть говорим даже старшему, как надо взрывать, чтобы было все аккуратно и без последствий. Новые технологии применения лучевой терапии теперь доступны и жителям 33 региона. Областной онкодиспансер скоро будет лечить пациентов с помощью современного фотонного линейного ускорителя. Оборудование закупили в рамках региональной программы нацпроекта здравоохранения. Подробнее в материале Татьяны Гордеевой. Оператор заходит вместе с пациентом, говорит, значит, укладывайтесь. Так, гантри, и поехали. Новый этап эволюции лучевой терапии. Линейный фотонный ускоритель способен воздействовать на опухоль с точностью меньше 1 мм и убивать раковые клетки мощным ионизирующим излучением. При этом процедура является более щадящей для здоровых тканей. Мы можем снижать токсичность лучевой терапии, потому что с помощью такой точности мы можем облучать только опухоль, при этом снижая до минимума дозу, попадающую на здоровые ткани, лежащие вокруг данного опухолевого очага. Теперь пациентам областного онкодиспансера станет доступна методика специальной лучевой терапии, которая является альтернативой хирургическому вмешательству. Это подача высоких доз излучения в очаг опухоли. С помощью этого мы можем добиться очень хорошего ответа и результата даже у пациентов, у которых имеются метастазовые опухоли. То есть даже для пациентов с четвертой стадии рака мы имеем возможность реально им помочь и в некоторых ситуациях очень сильно продлить жизнь. С помощью нового оборудования можно без операции лечить, например, рак легких на ранней стадии, а также облегчать состояние пациентов, которые страдают болями. Возможность давать более высокие дозы излучения также позволяет сократить время лечения. Процесс подготовки к лучевой терапии непростой. В нем участвуют несколько специалистов. Опять же, с учетом индивидуальных особенностей пациента производится оконтуривание критических структур и опухолевого объема. Затем это передается физикам на планирующую систему, медицинским физикам. И они создают план, который мы проверяем, утверждаем. Если все в порядке, то начинаем пациенту проводить лучевую терапию. Новый линейный ускоритель стоит 195 миллионов рублей. Его приобрели в рамках нацпроекта здравоохранения на средства из федерального бюджета. Лечение с помощью этого аппарата планируют начать уже в ближайшее время. Лучевую терапию во Владимирском онкодиспансере применяют 8 лет. Каждый год здесь проходит лечение более тысячи пациентов. Благодаря новым технологиям и усилиям врачей они получают шанс на здоровую жизнь. В Центральной городской библиотеке перед Новым годом проводят благотворительную акцию «Ангел счастья каждому ребенку». Для воспитанников Владимирского детского дома собирают необычные подарки. Обязательный атрибут каждого из них – рукотворный ангел. Подробности расскажет Екатерина Старикова. Пара бусин, веревочка и фоамиран. Фигурку ангела и крылья вырезают по лекалу. Сделать такой добрый символ – под силу каждому. По замыслу организаторов акции «Ангел» будет охранять своего маленького хозяина. Также в персональный подарок для каждого ребенка из детского дома войдут книга и письмо с новогодними пожеланиями. «Хочу пожелать, чтобы твоя мечта стать водителем сбылась». Обо всех заветных желаниях ребят организаторы акции узнали из списка, которые для них составили сотрудники детского дома. Это сделано и для того, чтобы индивидуально для каждого малыша подобрать книги в подарок. До пандемии ребята часто приходили в библиотеку, активно участвовали во всех творческих событиях. Всегда с интересом слушали громкие чтения, всегда с интересом узнавали что-то новое о писателях, листали книги у нас в библиотеке. И поскольку они сейчас как бы лишены этого, им приходится находиться только в пределах своего детского дома, мы решили таким образом не только новогодний сюрприз им составить, но и по увлечениям их. Благотворители приносят разные книги для ребят. Здесь и сказки, и приключенческая литература, и даже специализированная. Каждый ребенок получит издание, прочитав которое он станет ближе к своей мечте. Я принесла сюда сегодня книгу, сделала ангела собственными руками, сейчас напишу ему послание мальчику, и надеюсь, я его обрадую. Что за книга? По кулинарии. Он мечтает стать поваром, изучать рецепты, поэтому вот решила купить ему красочную такую книгу для начинающих. Сейчас в детском доме 21 ребенок. Столько же наборов необходимо собрать, чтобы сюрпризы получили все воспитанники. Подарить ангела, сделанного своими руками, могут все желающие. Для этого надо принять участие в одном из мастер-классов, которые проходят в библиотеке. Подарки для детей, лишенных родительского тепла, здесь принимают до 24 декабря. Екатерина Старикова и Дмитрий Шаталов. Губерния, 33. В Коврове на главных исторических памятниках появились QR-коды. Установка табличек с оптической меткой стала частью городского проекта «Цифровое наследие». Его высоко оценили в рамках областного конкурса молодежных добровольческих инициатив «Важное дело». Идея получила финансовую поддержку в размере 70 тысяч рублей. В каждой табличке зашифрована текстовая информация об объекте и QR-ссылка. С помощью штрих-кода любой желающий может узнать интересные факты о том или ином городском памятнике. Чтобы воспользоваться опцией, потребуется смартфон с установленным приложением. После наведения камеры устройства на QR-код на телефоне откроется специальный раздел сайта. На нем представлены фотографии и сведения об архитектурных объектах. Но на этом проект еще не завершен. Например, такие QR-таблички на городах, входящих в ассоциацию городов воинской славы. И некоторые наметки дали для следующих проектов. Это, конечно, полезно. И сами даже журналисты, вроде много знающие, пишущие об объектах, некоторые не знали информацию о некоторых наших общедоступных памятниках, которых они снимали тысячу раз. QR-коды появились практически на всех памятниках, которые расположены в центре Коврова. В том числе на бюстах знаменитых людей. Директора заводов, конструкторы, писатели. Все, кто внес особый вклад в развитие города оружейников. Всего современным методом маркировки оснастили 20 городских объектов. Стоит отметить, в их число не вошли памятники регионального или федерального значения. По закону устанавливать дополнительные элементы на них запрещено. Все места расположения этих табличек были согласованы с отделом архитектуры, потому что сами поднимать это памятники и просто так на них что-то размещать. Тоже запрещено. Мы брали самые ходовые туристические маршруты. Закуплялись 20 единиц на то, что в первую очередь. Памятник Маркирова, Зоевский-Умьянский, Ковровские оружейники, Ковровские конструкторы, наша целая улица оружейников, которые тоже оцифрованы. А следующий намек на следующий год – некоторые мемориальные таблички, возможно, и о линии героев, по которым мы рядом находимся. Вместо привычных читальных столов и книжных стеллажей – мобильное пространство. В поселке Красное Эхо Гудь-Крустального района открылась модельная библиотека. Для читателей собрали новый книжный фонд и установили современное интерактивное оборудование. Какую сумму обошелся проект и будет ли он доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, знает Наталья Замнина. Новая библиотека – новые правила. И здесь их нарушают с удовольствием. Пальцем за это не грозят, за нарушение тишины детей не ругают. Библиотека цифрового поколения – это про уют и про горячий чай с интересной книгой. А еще современные технологии и стеллажи с многочисленными томами до потолка. В этой современной библиотеке свобода действий во всем. Взять книгу любимого автора можно прямо с полки, прочитать бумажный вариант в любой понравившейся зоне. Если читать оффлайн не хочется, повести, рассказы и романы можно найти онлайн. Рабочие места оборудованы ноутбуками и доступом в интернет. Комфорт на расстоянии вытянутой руки – все это для жителей поселка «Красное эхо». Здесь живут 1700 человек. В новые стены приходят новые читатели, даже те, кто раньше библиотеку обходил стороной. А все потому, что авторы проекта прислушались к идеям жителей поселка и сделали то, что интересно именно им. Для Дарьи Смирновой это первый опыт проектирования такой библиотеки. Пространство она создала в рекордные сроки всего за полтора месяца. Я не скажу, что было очень сложно, было, наверное, интересно. Потому что модельная библиотека – это новое направление. И здесь нужно было совместить разнообразный функционал. И интерес был еще в том, что библиотека должна быть не только место, где хранятся книги, но и своеобразным клубом, местом притяжения, куда могут прийти совершенно разные группы населения. Книжный фонд библиотеки – 4000 книг разных стилей и форматов. К открытию сделали грандиозный подарок. На полках появились еще 2500 экземпляров. Здесь к читателям особый подход его прозвали «зональным». В библиотеке созданы мобильные функциональные площади, в том числе и для маленьких посетителей. Мы не устаем говорить о том, что библиотека – это не просто стойка, с которой выдаются книги, где, может быть, один человек. Нет ничего подобного. Это целый большой комплекс, очень разнообразный. Это социальная площадка, прежде всего. То, что мы здесь видим. И поэтому, конечно, для нас очень важно, что муниципалитеты, видя создание таких объектов, они понимают, что это должно работать по-другому. Читателям доступны кинопоказы, развивающие игры и даже театральные выступления. Есть и обучающие зоны. Вот здесь можно заниматься иностранными языками с помощью лингофонного кабинета. Сюда могут приходить и люди с ограниченными возможностями. К ним особое внимание. Мы для них приобрели тоже книги с крупным шрифтом. Потом у нас есть, значит, Тефло флешплеер. Это для прослушивания книг. Есть увеличитель для увеличения текста. Но то, что это новый дом культуры, и он приспособен для мобильных групп. Здесь есть лифт. Здесь то, как бы, санитарные комнаты приспособлены тоже. Открыть дверь в библиотеку необычного формата позволил нацпроект «Культура». Модернизация обошлась в 5 миллионов рублей. Концепция оказалась уникальной для села. В таких условиях здесь не работали никогда. Некоторым сотрудникам пришлось даже подучиться и освоить новые гаджеты. Библиотекари говорят, читать по-новому нужно тоже уметь. Но при этом добавляют – настоящая, живая книга будет в моде всегда. Наталья Зубнина и Олег Маньков. Губерния, 33. В архиерейских палатах Сузвельского Кремля открылась выставка живописи Ильи Катца. Несмотря на то, что картины художника имеют высокие оценки искусствоведов, его творчество остается малоизученным, а в советские годы работы этого автора были незаслуженно забыты. Выставка состоялась благодаря сотрудничеству Московской галереи и Владимира Сузвельского музея-заповедника. Владелица художественного центра и коллекционер Любовь Агафонова больше 10 лет занимается изучением судьбы Ильи Катца. Он представляет старшее поколение мастеров советской живописи. Илья Катца кончил Ленинградскую академию художеств имени Репина, был главным автором музея-заповедника Михайловска и работал в Пушкинском музее. Он мог делать удивительные фиксации повседневности, будучи большим мастером, большим художником. Он не влезал в политические перипетии, он не искал в сложном советском времени каких-то карьерных решений своей жизни. Он просто творил. И я считаю, что современному зрителю необходимо такое чистое искусство. Не политизированное, не абстрактное, не страшное, а тихое, как вода, текущая на его полотнах. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на губернию в соцсетях и заходите на сайт trc33.ru. А я с вами прощаюсь. Наш эфир продолжит программу «Здесь и сейчас». И ведущий, и мой коллега Роман Немов уже в студии. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. О чем будете говорить сегодня? Стоит ли ожидать в следующем году повышения стоимости тарифа за капитальный ремонт? Об этом мы не только через несколько минут поговорим с генеральным директором фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области Владимиром Новиковым. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok